Всем привет! Это кулинарное бюро с Еленой Лазаревой. Сегодня с вами фирменными рецептами поделится шеф-повар кафе Погата Хата. Здравствуйте, Дина! Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, что сегодня будем готовить? Сегодня будем готовить пасту с морепродуктами. Для этого нужно взять пасту итальянскую, талители, красная рыба, свежемороженая, кольца кальмаров, креветки очищенные, сыр, пармезан и сливки. Все, приступаем! У нас предварительно закипела пичка, кидаем туда. Сколько примерно у нас в граммах будет паста? В граммах будет макарон, грамм 60, на одну порцию. Порция вода подсоленная и растительное масло туда. То есть в воду вы еще добавили растительное масло? А для чего? Ну, чтобы не слиплось. Хорошо, что мы делаем дальше? Теперь, значит, мы обжариваем на растительном масле лук репчатый полукольцами. Но лук я резать точно не буду, потому что я буду плакать. А вот с морепродуктами что-то нужно как-то резать или уже они у нас готовы? Ну, как, предварительно подготовить надо кольца, нужно отварить, эти кальмары надо отварить, порезать полукольцами, очистить креветки. Можно есть очищенные креветки, а можно есть очищенные, а есть неочищенные. Ну, в нашем случае очищенные, понятно. Значит, сейчас масло закипит, болгарский перец. То есть головку лука, да? Да, головку лука, болгарский перец тоже режем все полукольцами. Болгарский перец зеленый или какой-то другой тоже? Можно и зеленый, можно и красный, можно и желтый. Будет еще красивее и ну как. То есть с разницей какой-то? Точнее и красивее, да. Выкладываем в сковородку. То есть сейчас мы на растительном масле обжариваем, да? Да, да. Болгарский перец лук репчатый обжаривается. Чуть-чуть до румяной корочки. А в это время нужно пасту чуть вот так взять щипчиками. Сколько по времени должна паста вариться? 5-6 минут после закипания. 5-6 минут паста варится. Сейчас чуть поджарится и сразу можно закидывать. Морепродукты у нас готовы. Ну как, отварное. Я смотрю, что на тарелке у нас еще лимон лежит. Это лимон потом на украшение прошел. А сыром мы сверху все будем отрасывать? Сыром, да, засыпаем пармезаном. Он у нас уже тоже предварительно. Тоже на мелкую терку натертый. Именно сюда идет пармезан. Ну вот если говорить в количестве, сколько примерно нужно кальмара. Рыбы и креветок. Грамм по сколько? Кальмаров 100, рыбы красные 50 и грамм 30 креветок. Все, теперь мы это все погружаем в болгарский перец и лук. И теперь мы добавляем соль, перец. Соль, перец. Все, у нас уже почти готово. Заливаем сливки. Как понять, что морепродукты уже дошли до готовности, до той степени, которая нам нужна? Ну, рыба посветлела, она была красная. Кальмары они отварные, их так и все нажать, их видно. А креветки, конечно, отварные, сразу обжариваются, они готовы. Минут 5. Да. Так, заливаем сливками, грамм 50, ну, то порцию. Все смешиваем. Все, и можно отключать сейчас макароны, чтобы сливки не свернулись. Ну что, теперь нужно вермишель, да? Слить вермишель, а я пока помешаю. Такой аромат. Сыр, я повторю, что у нас уже заранее подготовлен. Да, все это самое. Высыпаем, где тушилось это все. Сколько сыра у нас? Грамм 50 нужно. Все тут это готово, еще раз подогреваем, чтобы однородная масса получилась. Чтобы все пропиталось, да? Да, сок сливки, да. Все. Ну, достаточно большая порция получилась, если у нас одного человека. Какую-то, может быть, еще пасту делаете или только из морепродуктов? Паста у нас есть с говядиной, есть с овощами. То есть на любой вкус? Да. Наливаем. И поспать соседку. Все, готово? Да, ну, на украшение можно. Для продукта любят лимон. Такой красный. Все. Пять минут, и наша шикарная паста готова. Дина, ну, я знаю, что помимо пасты мы еще будем какой-то рецепт открывать. Ну, у нас фирменный есть салат с языком говяжьим, называется вольница. Сюда, значит, входит язык говяжий отварной, грамм сорок, сыр мраморный, грамм тридцать, майонезом каждый слой поэльвается, грибы жареные, с луком обжаренные и огурец свежий. Ну что, приступаем? Я, наверное, возьму на себя сыр. На какой терке мне? На мелкой терочке. На мелкой, да? На мелкой, да? Отрезать. Вот, да. Режем, значит, язык мелкой соломкой. Наш салат будет слоями, да, укладываться? Горочкой так укладываю в серединку тарелочки. Сыр только такой использовать? Да. На этот салат идет такой. И теперь идут. Он так разваливается чуть-чуть. Грибы жареные, луком обжаренные. И все это горкой, да, берем? Да. Что-то у меня сыр разваливается, потому я думаю, что там достаточно того, что я натерла. Каждый слой майонеза. Теперь огурец свежий. Одного огурца будет достаточно, да? Пол огурца даже прорвать всегда. И соломкой также нарезаем. И яйцо соломкой. Наш ты. И яйцо, да, нужно? Да. На терочке. У вас все это так быстро получается? Что за салат своим клиентам вы можете предложить еще? Красная рыба у нас есть салат. Он похож на оливье, но только с красной рыбой. Очень вкусный. Тоже по фирменному рецепту. Правильно? Все. И все сверху засыпается. С сыром, да? С этим сыром, да, поговорочек. Давайте вы, у вас так все красиво получается, чтобы я не испортила. Все, да, или зелень, зелень ее нужно украсить. Зелень любая или какая-то вот обязательно? Любая, обязательно любая. Мы ничего не солили, не перчили, а салаты вообще не солятся. Каждая перемешивает потом посетители и кушают. В принципе, и моя домашняя стоп, что присутствует соль. То есть у нас приготовление этого салата буквально заняло 2 минуты. Поэтому, дорогие телезрители, я рекомендую приготовить это дома. А я отправляюсь пробовать. Ну вот и наступил мой самый любимый момент. Буду пробовать. Нет, вы попробуйте теперь, оцените наше блюдо, насколько оно будет вкусно. Хорошо, с удовольствием. Как приятного аппетита. Вы тоже угощайтесь. Попробуй салатик. А я попробую пасту. Я очень люблю все, что связано с морепродуктами. Но мы с удовольствием попробуем и скажем, насколько же будет. Рыба очень пропиталась в сливках. Действительно, а соус придает такой особенный вкус. Ну а если вдруг дома не получится приготовить такую изысканную пасту или быстрое приготовление салат, приходите в кафе Багатахата. Тут вас рады видеть всегда. А я с вами прощаюсь. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова